Я хочу вам рассказать об очень распространенной беде и болезни, которая становится причиной распространения злобы, презрения и ненависти между нами, причиной расколов и распада сообществ, которые их объединяли различные дела, причиной, которая является причиной кровопролития и вражды, и преступлений. Хочу рассказать о том явлении, к сожалению, многие из нас, придавая большое значение исполнению формы ислама, мы оставляем без внимания свои души и сердца, которые могут быть не менее грешными, чем наши внешние органы. Да, ты не куришь, ты не пьешь, ты не преступник, но однако, если твое сердце грешно, переполнено страшными, бесчеловечными пороками, а вы знаете, может человек выглядеть в облике богомольца, праведника, ходить как порядочный человек, но однако в сердце этого человека может таиться монстр, страшное чудовище. С чего вы не задавали когда-нибудь вопрос, почему какой-то человек начинает ненавидеть другого, хотя тот сам не понимает, почему он меня ненавидит? Он ему ничего плохого не сделал, слова лишнего ему не сказал, просто ненавидит и просто ненавидеть терпеть не может один другого. В чем же причина? Разве такого вы не встречали? В Аллахе очень часто мы встречаем такое. Сердца переполнены презрением и ненавистью. Откуда это берется? Берется, дорогие братья, из страшного порока, из первого греха, который совершил и джинн, и сын Адама, Кабиль, от зависти. От зависти. Называется хасад. Это преступление души, преступление сердца. Упасы нас, Всевышний Аллах, от такого порока. Для того, чтобы в этом аяте, о чем идет речь, обитатели ада будут просить к ним, чтобы Всевышний дал им растоптать двух, одного представителя джинна. Это Иблис, который что сделал? Когда Всевышний Аллах повелел ангелам падать ниц перед Адамом, Иблис что сказал? Я лучше него. Ты меня сотворил из огня, и его из глины. В чем был грех? Грех зависти. Иблис позавидовал Адаму, алейхиссалам. И на этой почве, на почве зависти, Иблис, он ввел среди людей неверие. Первым, кто ввел в общество, в человеческом роду неверие, это Иблис. Когда же Абиль и Абиль принесли жертву Всевышнему Аллаху, и Всевышний принял у Абиля, у Абиля его не принял, Абиль позавидовал Абилю и убил своего брата. По какой причине здесь произошло это убийство? Также по причине зависти, которая подтолкнула Абиля на убийство, на брата убийства. Валлахи, эта зависть и сегодня становится причиной и брата убийства, и разладов семей. Вред, ущерб, зависти, он не меньше, чем обычного террора. Это страшная вещь. Поэтому мы, дорогие братья, с этим пороком должны бороться. И мы должны знать, что это. Что значит хасад? Что такое зависть? Это у нее есть степени в зависимости от изощренности. И есть дозволенная зависть. Дозволенная зависть – это когда, как сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, не стоит завидовать никому другому, кроме как двум людям, которым Всевышний Аллах даровал мирское богатство и позволил этому рабу расходовать это богатство на пути Аллаха, и второй, которому Всевышний Аллах даровал знания, и он судит, живет согласно этим знаниям среди людей. Этим двум людям стоит позавидовать, говорит посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма. Знаете, в арабском языке зависть, к сожалению, в русском языке нет такого выражения, которое называет эту зависть своим названием. А в арабском языке он так богат и так великолепен язык арабский, что у этого дозволенного вида зависти есть свое название. Называется оно гибта. Это когда ты просто дружелюбно, сохраняя дружелюбие и любовь к этому человеку, желаешь того же, что он имеет, чем он обладает для себя, чтобы преуспеть так же, как он преуспел. И при этом не утаивая в своем сердце ни малейшего презрения и неприятности в отношении того, кто располагает этим благом. Возможно, кто-то разбогател, и он делает благое дело. Аллах, ты говоришь, дай Аллах мне тоже такое состояние, я тоже последую за примером этого хорошего человека. Или же, когда ты видишь алима, наделенного мудростью, знаниями, дай Аллах мне такие знания, помоги мне их обрести, чтобы быть таким же твоим рабом. Это хорошая зависть. И к этой зависти пророк призывает, чтобы такие примеры нас мотивировали. Но однако, когда ты видишь в чем-то превосходство другого раба Аллаха, в богатстве, во внешности, в способностях, в его популярности, в его успехе, в чем бы то ни было, и это только вот это вызывает в твоей душе непрезрение к этому человеку. И ты был бы рад, если бы он потерял это. Просто ты ждешь, не дождешься, пока он с ним что-нибудь станет. И это для твоей души праздник. Страшная вещь. Страшное чувство, которое губит и делает несчастным этого человека, этого завистника. Он самый несчастный в этой ситуации. Не тот, которому он позавидовал. Он сам несчастен. Потому что это ему, он же в этом дуне, куда ни посмотри, будет замечать кого-то превосходство. Он сегодня у одного увидел, что у него где-то он успешен, у другого увидел еще другое. Ведь это же его гнобит, его душу. И поэтому ученые сказали «Мара айту лалиман ашбаха бимазлюмин минал хасиди» «Я не видел притеснителя более похожего на притесненного, чем завистник». Завистник несчастен. Счастья ему не видать. И в этом дуне и самое страшное он потеряет счастье и награду в судный день. пророк сказал «И якуму аль-хасада» «Остерегайтесь зависти». «Ва истину зависть съедает ваши благие деяния, подобно тому, как огонь съедает дерево». Завистник пусть он молится, пусть он дает садака, постится, совершает хадж, он все потеряет перед Всевышним Аллахом. Бывает третье, самое страшное проявление зависти, это когда эта зависть толкает завистника способствовать какому-нибудь ущербу завидуемому. Он может на него написать, он может посплетничать, он может сделать так, чтобы его или уволили, или ему еще какой-нибудь вред причинили. И даже если возможно, чтобы он и в тюрьму сел, ведь эта зависть толкает на такие страшные преступления многих людей. Очень много людей пострадало от зависти. Поэтому упаси нас Всевышний Аллах от этого страшного порока, который больше всего делает несчастным самого завистника. Это симптом слабого имана. Это симптом, когда человек забывает о том, что все, что распределяется среди рабов Аллаха, это по мудрости Всевышнего Аллаха. Он не согласен с распоряжением Создателя. Если кому-то Всевышний Аллах дал больше богатства, значит, мудрость Всевышнего Аллаха так решила, значит, Всевышний Аллах так захотел, он так не думает, ему это не нравится, ему это не дает покоя, он страдает и психологически, и нравственно, он деградирует, просто становится асоциальным человеком, человеком, которого начинают и люди презирать. Вы когда-нибудь видели успешного завистника? Есть пословица «Аль-Хасуду ля-Ясуду» Завистник никогда не станет господином. Господин это тот человек, который заслуживает, располагает свое общество служением этому обществу, любовью к этому обществу, и тем самым он становится, хочет он этого или не хочет, он становится господином. Порою завистливый глаз может причинить вред. И поэтому пророк саллиллаху алейхи ва саллим очень часто просил у Всевышнего Аллаха спасения, сохранения от взора завистника, потому что завистник может причинить вред. Его глаз может быть вредоносным. Поэтому, дорогие братья, мы должны остерегаться зависти. А сегодня современные социальные сети делают все для того, чтобы вызвать в обществе зависть друг к другу. Человек показывает то, чего ему не принадлежит. Показывает в социальных сетях долларовые купюры, как веером, которые... Это для чего? Вот когда вы показываете свое благосостояние, то, чего вы едите, вы тем самым чего добиваетесь? Вы, во-первых, в первую очередь, вы вызываете зависть завистника. Вторую очередь, вы причиняете боль лишенному нуждающемуся, который, может быть, долгое время досыта не поел. Не хвастайтесь своим имуществом. Бойтесь взоров завистников. И когда посланник Аллаха часто просил у Всевышнего Аллаха защиты от глаза завистника, до тех пор, пока не было неспослана сура Аль-Фаляк. И тогда посланник Аллаха в завершении сурата Аль-Фаляк сказано И упаси Всевышний Аллах от зла завистника, когда завидует. Каким должен быть злостным завистник, если о нем так сказано в Священном Коране, где Всевышний Аллах нас учит остерегаться от зла завистника. И поэтому, дорогие братья, наши сердца, когда мы каким-то, какой-то болезнью заболеваем, когда у нас возникает аритмия, повышается давление, мы тут же торопимся лечить наше сердце. Хотя вред этой болезни касается, настигает нас только в этом Дуне. Но вред таких болезней, таких пороков, как зависть, ненависть, злоба, то, что утаивается в сердцах, их страшное действие начинается с того момента, когда мы покидаем этот мир, переходим в иной мир. Поэтому, дорогие братья, посланник Аллаха саллиллаху алейхи и саллим предостерег нас от этого порока, ибо этот порок раскалывает наше общество, не дает любить друг друга. Ведь именно зависть привела, толкнула братьев Юсуфа алейхи к тому, что они содеялись со своим братом Юсуфом. И не зря Всевышний Аллах эту историю нам повествует в священном Куране. И давайте, дорогие братья, очистим наши сердца от подобных пороков, для того, чтобы в первую очередь достигнуть довольства Всевышнего Аллаха и его любви, и сохранить наше общество в братстве, в единстве и в любви друг к другу. والسلام алейкум и рахматуллах и баракатаху.